Еще один обитатель центра Велес, лев по имени Зевс, привыкает к новым условиям. Животное привезли из Новосибирска. Здесь он составит компанию трем львицам. Лена Спаева расскажет подробно. У меня она на прямой связи со студией. Лена, нашел ли Зевс уже общий язык с другими обитателями центра и с людьми, которые о нем заботятся? Катя, но пока Зевс на карантине, но обязательно, несмотря на то, что у него есть все прививки, поэтому с другими обитателями его пока не знакомили. Вот он в отдельном вольере, вот там в уголочке со своей любимой игрушкой сидит. И из людей пока вот только Наталья, главный ветврач, с ним контактирует, потому что Зевс пока еще скучает по своей семье. И видите, я на отдаленном расстоянии, потому что вот видно по нему, что он не очень доволен присутствию других людей здесь. Наталья, а вот с вами он как себя ведет? Все-таки ребенок же еще. Он хорошо себя ведет, он трется. Играется. Ну, это обычно происходит ночью. Но очень недовольна, когда я захожу сюда не одна. Поэтому пока я одна, пока он привыкнет к новой обстановке, ему тяжело как-то сразу много незнакомых людей. Это сложно для ребенка. Со временем он... Да и не надо карантин все-таки. Поэтому карантин закончится. Он в том момент, я думаю, что будет уже со всеми знакомый и будет дружить, и все. Пока только я. Он хотя бы издалека видел обитательниц своего будущего прайда? Нет, но он их слышал. Как реагирует? Ну, с интересом слушает. Все-таки зов сородичей, да? Ну, конечно. Он же знает и вины рыб. Поэтому понимает, что это сородичи, что они где-то здесь. Ну, пока только слушает. Ест сейчас не очень много, да? Пока еще. Ну, ребенок, младенец практически по нашим меркам. Ну, ест немного по сравнению с большим взрослым львом. А так аппетит он хороший и не проводится. Поэтому предпочитаю кормить его из рук. Ага. Да, скорее всего, так сказать, нахождения. Ну, вот он был в выводке не один, да? У него есть братья и сестры? Сестра. Сестра одна. Да. Которая тоже теперь, ну, не с семьей живет. Которая также сейчас проходит какую-то адаптацию в другом месте. Конечно. Как вы думаете, сколько вот ему понадобится времени? Месячного карантина, наверное, недостаточно? Я думаю, что не больше недели. А, да? Конечно. Обратите внимание, что Наталья при нас тоже, видите, не гладит Зевса. Никак не пытается с ним контактировать, потому что, как уже объяснили, в присутствии посторонних он может отреагировать немножечко, но все-таки как хищник, а не как питомец. Ну и, слава богу, что в данном случае Зевс появился в Велесе не потому, что с ним приключилась беда, да? Как с многими животными, которые здесь проходили карантин, лечились, восстанавливались, обитают. А по хорошей причине вам его отдали, потому что вам нужен был мальчик, да? Да, нам нужен был прадед, который мы их собираем. Но непосредственно целиком полностью существовать с теми львицами, что есть уже у вас, вы его пустите, когда он прям взрослый будет, не после карантина? Конечно, не после карантина. После карантина мы будем общаться с ним через решетку, они будут друг к другу привыкать, а вместе совмещать их можно будет только когда они достигнут примерно одной весовой категории, чтобы девчонки просто не обидели. Несмотря на то, что ждут мужчины, да? Ну, они ждут, конечно, мужчины, но вы же понимаете, женщины это страшное зло. Ну и добавлю, что 4 месяца Зевс... Ой, это я громко заговорила, видите реакция какая? 4 месяца Зевсу не можем полный рост его показать, потому что ведет себя как царь, ведет себя как хочет. Захотел встал, захотел не встал. Ну и добавлю, что спонсорская помощь в взращивании Зевса не помешает, потому что взрослая осыпь, а когда Зевс вырастет, он будет есть от 12 килограммов мяса в день зимой и 8 килограммов летом. Но сейчас ему хватает пару килограммов мяса. Ну, волонтеров, как сказала Наталья, здесь хватает, но вот мяска бы новому царю-то, нашему царству, не помешала бы. Катя, тебе слово. Лен, спасибо, я уверена, что откликнутся сейчас неравнодушные петербуржцы и помогут Зевсу, ну а мы пожелаем ему поскорее адаптироваться в центре Велес.